Так, включила микрофон, я уже тут пролила кофе, естественно. Ну, как обычно, я не знаю, куда этот микрофон прицепить, потому что он везде мешается с этой майкой, ну ладно. Всем привет! Наконец-то я снимаю видео, я уже не снимала где-то полгода точно, у меня вот такой вот слой пыли на всем оборудовании, всех проводах. Я забыла зажечь свечку, минутку, момент. Она хорошо смотрится так в кадре, правда она, бывает, тухнет и вкусно пахнет. Надеюсь, я не сожгу свой стеллаж. Слушайте, эта свечка такая шумная, я сейчас проверю, как она звучит. У меня есть маленькая свечка из Зары, привезена из-за границы, у нас, как вы знаете, сейчас не продается, я думала ее зажечь, тем более у меня недавно был день рождения, я откладывала ее на счастливый случай и, видимо, он представился сегодня. Тут еще, кстати, написано, trimming the wick regularly will lengthen the life of the candle, то есть как-то можно продлить жизнь свече, но я плохо знаю слово trimming, поэтому пока будем так жечь. Вообще хотела назвать это видео распаковкой из-за я, но я поняла, что у меня за это время накопилось много всего, много разных покупок, не только из-за я, поэтому из рандеву я заказывала, я покупала в других магазинах, поэтому у меня собрался здесь целый таз. Я решила убрать это все из пакета, потому что пакет бы нам шуршал все видео, формат получился довольно интересный, ну, в моей голове, по крайней мере, задумка довольно интересная, потому что какие-то продукты я уже использовала, а какие-то еще нет, поэтому будет такой полуобзор на продукты, полураспаковка. И начнем с такого вот карандашика от Шик, это была моя вообще вот такая упаковочка тут отдельная, ее уже перемяла, я оставила, чтобы вам показать, теперь наконец-то можно будет избавиться. Я вообще спонтанно купила этот карандаш в золотом яблоке, и я очень долго сомневалась насчет цвета, это Solar. Обычно что-то я долго обдумываю, как-то смотрю отзывы, а тут я просто спонтанно влюбилась в этот цвет, взяла, я еще думала взять более темный, у них есть оранжевый, вот этот более яркий. Я сейчас прикреплю фотографию с макияжем, я использую этот карандаш так, я рисую им просто стрелки, то есть я не наношу его на слизистую, а просто рисую стрелочки, и я их не закрепляю тенями, потому что иначе какой смысл этот цвет уйдет, да, если я какими-то похожими тенями закреплю, то цвет не останется оригинальным. Но в целом он хорошо держится, я наносила его на свой день рождения, буквально у меня пару дней назад был день рождения, и это, собственно, цветы-подарок, мои любимые гортензии. Как вам этот букет? Пишите в комментариях. Мне первый раз подарили гортензии, и я вот пыталась за ними ухаживать, они вообще у меня изначально чуть не завяли, я не знала, что им нужно убирать все листья, и им нужно очень много воды, и вот я их более-менее оживила вчера, сейчас они смотрятся просто шикарно, потому что вчера они уже полузавидали, несмотря на то, что мне их вот недавно подарили. Насчет карандаша, я довольна его стойкостью, в жару он выдерживает, хорошо не течет, не сползает, то есть только если я задену рукой, ну это само собой, потому что я редко рисую стрелки, у меня есть привычка как-то что-то здесь задевать, то, соответственно, тогда он спадает, но его удобно носить с собой в косметичке, вот так он у меня уже заточен на несколько раз. Кстати, следующая моя покупка супер полезная и актуальная, это точилка. У меня долгое время был карандаш от Manly Pro, и, соответственно, точилочка шла тоже Manly Pro, я как-то решила все вместе взять от одного бренда, не задумываясь, и она ломала мне карандаши. У меня, на самом деле, в карандашах и в точилках не такой большой опыт, поэтому я думала, что, ну, наверное, это нормально. Но там даже бренд соответствует, как бы, поэтому никакого подвоха я не ждала, но потом я поняла, что просто мой карандаш ломается. Начала читать в интернете отзывы плохие на эту точилку, я вам вообще ее не советую, категорически не советую, и нашла вот эту прекрасную точилку, которая просто, которая просто шикарно точит, карандаши не ломает. Тот же Manly, этот от шик, все в порядке, я ее с собой всегда ношу, как подстраховочку, это точилка от Inglot. Советую, безмерно крутая точилка, она стоила 360 рублей, я покупала, сейчас, по-моему, цену на нее подняли. Но, знаете, у меня та точилка от Manly служила, наверное, год, я ее просто периодически дезинфицировала, поэтому, мне кажется, лучше уж целенькие, красиво подточенные карандаши, чем вот этот вот переломанный карандаш, который быстро из-за этого расходуется, ломается, в общем, я натерпела из точилка от Manly. На самом деле, я очень люблю бренд их, и я не понимаю, как можно было выпустить такой провальный продукт, который не подходит даже к их фирменному карандашу. Inglot подходит ко всем карандашам, которые я использовала, поэтому очень советую. Вот, казалось бы, такая мелочь, ну, может подпортить жизнь, поэтому делюсь с вами опытом точилочным. Наверное, сразу не отходя от темы карандашей, следующий карандаш от Chic, который я купила на днях, это Florence, их у меня есть еще, ну, не буду сейчас доставать, он далеко там, в моих косметических залежах лежит. Это карандаш персиковый, Belagio, Belagio вспомнила. Как-то он мне желтит, хотелось более, он красивый, безумно красивый цвет, но мне хотелось что-то более универсальное, и я решила вообще купить изначально карандаш от Guar, попробовать. Все уже что-то сняли обзоры, посмотрели. Я, как всегда, уже, знаете, после всех, когда уже все сто раз выложили обзоры, я выкладываю какое-то свое мнение, это еще продукт, несмотря на те обзоры, конечно же, просто, как бы, такой инфоповод уже состоялся с этими карандашами от Guar. Я смотрела карандаши Guar. Мне хотелось выбрать какой-то цвет, в целом поддержать Guar. Я один раз встречалась с ней в жизни, у меня даже есть фотка в Инстаграме, мне она понравилась, безумно позитивный, незазвездившийся человек. Я знаю, что уходит разное мнение о ее деятельности, о ее курсах, но вот я оцениваю с точки зрения нашей встречи с ней один раз, такой случайный, скажем так, ее отношения, вообще, как она тепло, чуть ли сама не предложила сфоткаться, потому что она видела, как я на нее смотрю. Мы с ней сфотографировались, в тот день я нарисовала, вообще не знаю, как чувствовала, нарисовала стрелки, хотя я их в тот момент очень редко рисовала. Она похвалила мне, сделала комплимент моим стрелкам. В общем, был классный день, я была полна эмоций, еще, наверное, неделю после этого. Как человек она оставила у меня самые приятные впечатления, и это было видно, что ее искренние эмоции, которые, вот этот позитив, добро, которым она излучала, и даже на подписчиков, учитывая ее аудиторию огромную, мне кажется, не каждое медийное лицо может сохранять такую доброту, такое тепло. В общем, у меня остались самые приятные впечатления, я хотела в поддержку взять карандаш ее. Вот, но там тот оттенок, который мне понравился, Nude Rose, он не был в наличии на тот момент, я все еще хочу купить его чисто в поддержку. Я знаю, что много каких-то сомнительных отзывов на эти карандаши, но мне все равно, я его возьму. Вот, и взяла карандаш от Шик, это похоже, вот они оттенки в один-в-один, вот Nude Rose от Гуар, от Гуар, и Florence от Шик. Кстати, я знаю, что вроде бы Наталья Шик делала вот этот оттенок под свои кубы, и я даже ставлю видео сравнение этого оттеночка, в общем, ни разу не использовала еще, ну, взяла, заодно сниму потом обзор сравнения Шик и Гуар. Карандаши, вот, ну, обязательно возьму от Гуар, кто бы что ни говорил, правда, хочется поддержать ее начинание, возможно, потом она учтет какие-то там комментарии, да, блогеров, и уже выпустит продукты еще, с учетом этого мнения. Ну, теперь давайте немножко отличемся от темы карандашей, но все равно еще про губы. Плампер от Bobby Brown, новый, вышел прям такой хайповый продукт, все про него говорили, так вот выглядит упаковочка, у меня в оттенке Bare Guava. Вот, во-первых, что хочется сказать про этот продукт, меня привлекло то, что он не щипет, не холодит губы, не имеет вот этого, по обычному пониманию, плампинг-эффекта, то есть какие-то неприятные для меня лично неприятные ощущения для губ, я не люблю какие-то такие холод на губах или другие вот эти ощущения, которые обычно дают пламперы, потому что мне неприятно, мне просто нравится обычный блеск, и вот этот плампер, да, если можно так сказать, меня привлек еще своим оттенком. Кстати, я оттенок выбирала вживую, опять же, прикреплю видосики с выбора оттенка, с выбором оттенка. Я бы, наверное, если бы заказывала онлайн, взяла бы, знаете, стандартный какой-нибудь Nude Rose, там, Bare что-нибудь Rose, или как у них там оттенки называются, ну, в общем, я бы взяла по стандарту что-нибудь нежно-розовое и безопасное, потому что красный в моих глазах выглядел как что-то неподходящее, возможно, яркое, то, что мне не подойдет. В жизни мне он на сводчах очень понравился, он не красный, на самом деле, он просто полуполупрозрачный, с легким цветом, сейчас я с вами его нанесу. У меня как раз в этой распаковке было зеркало зеленое от For Me из золотого яблука, давайте его распакуем и накрасимся Bobby Brown. Очень аккуратная распаковка, ну ладно. Слушайте, оно вообще очень легенькое, классное, такой элегантный цвет. Мне нравится, почему-то из-за коробки я думала, что это все дело будет громоздкое и неудобное, но зеркало классное, я его в жизни не держала, там тестеров как таковых не было, я просто выбрала цвет. Ой, вообще кайфовое зеркало. Сейчас мы с вами накрасимся вот этим блеском, как раз протестируем зеркало и блеск. Видите, у меня немножко куба стала ярче, но какой-то красноты нет. Я думаю, что на лето это идеальный вариант, так что если задумываетесь, то берите однозначно этот цвет, он не теплит, не рыжит, все нормально. На лето прям самое-самое то, советую. Вопрос цены, конечно, это уже другой вопрос, который я буду, наверное, поднимать в шорт, если буду делать обзор на этот блеск или где-то еще у себя, в телеграм-канале, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много всего интересного, эстетичного. Я стараюсь совмещать свой лайфстайл с какими-то бьюти-новинками и все это как-то вместе гармонично выкладывать. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, мне будет очень-очень приятно. К слову о том, как у меня вообще все эти покупки накопились, потому что это был не один заказ, я постепенно покупала то в Золотом Яблоке, то в Рандеву, то в Ивраше, какие-то разные у меня были покупки. Как вообще все это накопилось в одно видео, у меня была сессия, я не могла снимать все это время, были какие-то постоянные экзамены, какие-то дела, и мы с моей подругой ходили в Золотой Яблок, как бы снять стресс, делали какие-то покупочки, вместе обсуждали косметику, и это вот помогало буквально нам выжить, наше хобби, наше вот это вот увлечение косметикой и в целом бьюти-сферой. Я очень рада, что экзамены закончились, дышать стало легче, больше энергии что-то рассказывать, делиться. Реально я сегодня не могла уснуть, у меня вот пришло вдохновение ночью снять это видео непременно сегодня. Вот представляете, сегодня я вот решилась, наконец, то, что копилось два месяца или месяца, вот не помню, где-то так в этом временном промежутке, снять и уже опубликовать. Хотелось бы еще в этой распаковке-обзоре затронуть тему парфюма. Я просто случайно в Золотом Яблоке брызнула один из ароматов Bayreda, то есть я не выбирала какой-то конкретный, но у них вот самые бестселлеры Blanche и Baldefrig, они всегда разбрызганы, то есть нет шанса потестировать аромат, я до сих пор полноценно не представляю, как пахнут они, потому что постоянно нет этих тестеров. И я просто рандомно взяла тот парфюм, у которого был тестер, количество какое-то оставалось в флаконе и брызнула. Сейчас я это прям сделаю, это тот же аромат, только у меня уже отливан сейчас. Вначале этот аромат от Bayreda, сейчас скажу какой, раскрылся мне таким чем-то перечно странным. Я думала, господи, ну ладно, всё, я сфоткала на всякий случай, потому что я всегда фотографирую то, что на себя наношу, на случай того, как раз-таки на этот случай, если аромат потом раскроется и мне понравится. И уже спустя какое-то время я сижу дома, как-то случайно рукой провожу и чувствую прекрасный аромат каких-то, вот знаете, цветов, я уже узнала позже, что там нота смородины в аромате, и чай-мачо. В этой пирамиде я просто почувствовала какой-то прекрасный, лёгкий, цветочный, при этом чайный и освежающий аромат, и я влюбилась. Вот насколько первое впечатление, которое до раскрытия парфюма, первый пшик, первые секунды после пшика могут быть обманчивы. Я влюбилась невероятно в этот аромат. Наконец могу сказать, это Bayreda Mixed Emotions. Сейчас задумываюсь над полноценным флаконом. Я уже вчера сомневалась, нужен ли мне этот флакон. Пришла к выводу, что почти полностью использовала пробник, и мне точно нужен флакон. Теперь вот решаю 50 или 100. Какие вы вообще флаконы предпочитаете духов и почему? Вот такой интересный вопрос. С одной стороны, хочется взять больше, выгоднее, тем более в моменте, когда только влюбился в аромат. А с другой стороны, как бы зачем брать много, если потом можно докупить в случае чего, если аромат прям закончится. Тем более, когда коллекция большая, редко бывает, что аромат заканчивается. И еще главный плюс для меня вот 50 мл, их маленький флакон, то, что он такой компактный, его можно брать с собой и в сумочку, и в путешествия. То есть это, наверное, пока тот момент, по которому я предпочитую взять 50 мл. И, кстати, рассказывайте вообще ваши впечатления про этот бренд. Я, как и говорила, с карандашами Гуар уже и с вот этим вот брендом Байреда, когда уже такой основной хайп сходит, до меня обычно вот после этого только доходят какие-то те или иные хайповые бренды. Темы, которые обсуждаются, в том числе вот парфюм Байреда, по-моему, уже все его обсудили, все уже его попробовали. Но вот и до меня сейчас как-то и то случайно вот дошел этот аромат. Думаю, еще может быть взять боксик с рандеву, с этими ароматами, потому что я говорю, что иначе просто нет возможности протестировать в магазине самый топовый бланш, вот, например, аромат. Я никогда не застаю наличие. Ароматы вообще такие легкие все, хоть кто-то говорит, вот, нестойкие. Шлейф у меня на 5-6 часов минимум. Я еще потом обновляю, например, вечером, то есть где-то два пшика у меня в день уходит, ну, может быть, три, если захочу. Вот, ну и плюс у меня за это время раньше для меня этот аромат был прям суперяркий, я не могла больше одного пшика вынести. Со временем как будто бы ты уже принюхиваешься, тебе хочется больше-больше, поэтому я думаю, что на лето Байреда это самое то. Если вы пользуетесь Байреда, пожалуйста, расскажите мне, мне очень интересно, и где вы покупаете, где вы покупаете по цене, по оригинальности, да, потому что я думаю брать примерно на том же рандеву или на золотом яблоке, у них цена там просто колоссально разнится, какие-то там тысячи, идет счет на тысячи рублей. Я сомневаюсь, где брать, сомневаюсь, но, кстати, с рандеву мне всегда все оригинал приходило, я уже минимум три флакона заказывала, все было прекрасно, что флаконы, что какие-то крема, то есть все всегда приходило точь-в-точь, как в золотом яблоке, никакого различия я не замечала, и поэтому думаю, может быть, приобрести Байредик свой в рандеву. Вот на днях буду решать этот вопрос, жду также ваше мнение насчет этого бренда, и в целом, что вам нравится, что вы мне посоветуете пробовать из этого парфюма, что понравилось вам, и, кстати, заглядывайте в мой телеграм-канал, там мы тоже можем обсудить этот парфюм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok